Всем привет! Сегодня немножко поговорим о базовых принципах архитектуры на сервисах AWS. Сделал небольшой проект, в основе которого будет лежать Image Recognition. Это сервис по распознаванию и работе в целом с изображениями, с видео, с визуальными данными. Сделал небольшой проект, в основе которого также будет лежать и реально физическое устройство ESP32CAM, ESP DevKit с внешней камерой, Raspberry Pi. На картинке я нашел такую схемку. Есть такой проект, он немножко устарел. Я его переработал и в целом расскажу сейчас, что нужно будет изменить и в целом, как это все будет работать. Вот. Подготовил такой небольшой план того, что мы будем делать. Вот. Первое. Нам нужно будет создать приложение в AWS IoT Core. Так, я немножко сюда. Вот. AWS IoT Core. Естественно, через, либо через вашу CLI панель, либо через консоль веб Амазона вы все это делаете. Как вам удобно. Вот. Создадим сертификаты для IoT устройства. Создадим правила для этого сервиса. И в целом, при коннекте Amazon Recognition Service, также создадим сервис Amazon S3. Это ведра, в которых, ну, фактически, вот наши хранилища, в которых мы что-то храним. Вот. Такое продвинутое управляемое хранилище, в котором, ну, подобие Dropbox, Google Drive, но которое также можно там программировать, связываясь с другими сервисами внутри экосистемы Амазона. Вот. Создадим, естественно, S3 приватный, создадим под работу с S3 ляунда функцию, также создадим HTTP реквесты для работы с S3, ну, и, соответственно, получим наш HTTP для MQTT, для того, чтобы мы могли общаться с, наше устройство могло общаться с сервисами, сервисы в Амазоне могло общаться с нашим устройством. Вот. Лямды будут у нас на Python 3.8, ну, в принципе, там есть возможность выбрать, поэтому, если все, что выше 3.5, там уже поддерживается третьей версии Python. Ну, и, соответственно, сделаем тесты запросов, то есть, допустим, загрузим какую-то картинку, сделаем запрос по... создадим подписку на MQTT брокера, опубликуем в другом запросе для того, чтобы получить результат, и нам все эти внешние сервисы по MQTT дадут ответ. Ответ в конце ролика увидите, какой будет ответ. То есть, практически, это то, что будет распознавать наш сервис Recognition. Окей, поехали. У меня большинство сервисов уже будут созданы, но я все равно попытаюсь вот каждый раскрыть, объяснить, с чем они связаны, как они работают. Так, схемка вот у нас вот такая. Ее, в принципе, в интернете можно найти, там, по запросу, там, ESP32, AVS, IT Core, что-то типа этого. Там, на самом деле, таких схем довольно много, и их можно, в принципе, поискать, найти. Вот я, в принципе, таким образом искал. Так, заходим в нашу консольную панель. Так, что нам нужно? Первое, нам нужно зайти в IT Core, либо вот здесь, у меня просто уже в фейворитах те сервисы, которые, с которыми я работаю, но они уже есть. Core пишите, заходите в сервис, но я уже в нем, поэтому... Так, ну, пока у вас, если вы с нуля начинаете, у вас, вы не создавали никаких сервисов, у вас здесь, естественно, ничего не будет. Сразу же прыгаем в менедж, переходим в вещи, things. Вот у меня уже, в принципе, одна эта вещь есть, но я сейчас расскажу поподробнее, как создать. То есть нажимаем создать вещь, вещь single thing, next, там придумаем какую-то, ну, давайте будет у нас rpi так, здесь оставляем все по умолчанию, это, если что, можно будет потом включить дополнительно, поэтому это не столь важно. Сертификаты для этой вещи. Вам нужно будет, ну, либо вы можете использовать те сертификаты, которые у вас есть, если вы использовали уже IT Core, ну, я рекомендую сгенерировать новое и под каждую вещь, которую разрабатывать, это просто удобнее от проекта проекту хранить конкретно сертификаты для тех вещей, которые вы создаете в IT Core. Здесь создаем новую, далее, полиси, у меня здесь полиси есть, мы сейчас его откроем, я покажу его, в целом, что здесь сделано, мой идентификатор нужно будет здесь замазать, естественно, я покажу сейчас, как мы все это создадим. Окей, нам нужно будет создать полис, то есть нам нужно будет создать некие правила для того, чтобы наш сертификат, вернее, нам нужно будет создать политику приватности и в целом вообще политику для сертификатов по работе с этим устройством. то есть создаем полиси, вот, называем его, например, там, rpi policy, здесь можно все с нуля создать, то есть, допустим, там, айоти и поставить звездочку, по-моему, ага, двоеточие звездочку, вот так вот, фактически вы будете на, этот полиси будет распространяться на все то, что у вас в сервисе айоти, естественно, здесь позволяем все, но также можете перейти в advanced mode и в JSON это прописать каждый полис, на какие ресурсы распространяются и так далее. Вот, у вас будет строка resources, у меня она вот здесь замазана, но я сейчас ее объясню, то есть, у вас есть настройка вашего региона, который вы можете посмотреть, как вот здесь, где вы стоите, так и, в принципе, в строке вашего браузера, в каком регионе вы находитесь. Суть такая, что все сервисы Amazon, они привязаны к регионам, это очень важно и в политиках приватности, и в любом из сервисов, если у вас какой-то из сервисов находится вне зоны того региона, где вы создали, допустим, там, один сервис IoT в центральном регионе Франции, в Санфорте, там, следующий в Вирджинии. И получится так, иногда бывает так, я не скажу, что во всех случаях, что сервисы не смогут сконнектиться и найти друг друга. То есть, ну, вот есть такая особенность, то есть, это можно почитать, документация, это подробно описывается, но я рекомендую вам, если вы работаете, вы хотите создать архитектуру, которая будет работать, работать и у вас доступ будет к ней ближайшего сервера, дата-центра, то создавайте там, к примеру, посмотрите, чтобы все те сервисы, которые вы для себя выбрали, они были в одном регионе. Вот так. Окей. Пока сделаем вот так вот, добавим, создаем, есть. Ну и, соответственно, нам нужно, вот мы на шаге к созданию вещи, у нас появился здесь наш полис, обновляйте, если не появился, привязываем его и создаем вещи. Вот. На этом этапе вам нужно будет скачать сертификаты все вот эти. То есть, скачиваем сертификаты, допустим, не знаю там, назовите какую-то папочку, создайте себе папку. Айти. Я это все, конечно, потом удалю, это для теста будет. Да. И я для себя делаю вот такую вещь. Я оставляю вот только сертификат, PN.Certi. Так, сохраняем. Это основной сертификат девайса. Его в первую очередь сохраняйте. То есть, он самый важный. Кое-какие сертификаты, я сейчас объясню, какие можно не сохранять. Они вам редко когда пригодятся. То есть, может быть, какую-то особую архитектуру вы будете делать и там они будут нужны. Окей. Публичный ключ вот как раз для IoT не всегда он нужен, но я его сохраняю так же. Так, и вам рекомендую. Есть и приватный, который вам обязательно понадобится в связи, когда вы будете там на Python, либо на C, либо на C++, уже ваше устройство программировать, то есть, заливать на него прошивку. Вам нужны будут эти сертификаты. В первую очередь, это сертификат девайса, сертификат приватности и C1 Amazon. То есть, его мы тоже сохраняем. Есть. Все. Так, одна вещь, которую мы не сделали на этом шаге при создании полиса для сертификата для нашего устройства, для нашей вещи. Это нам нужно будет... Так, мы здесь проверяем. Так, есть активный. Да, все хорошо. Здесь у нас в Security нам нужно зайти в полисе и вот этот полис, который мы создали, RPI. Возможно, изменилось что-то в интерфейсе. Была такая функция у AWS, что полисы нужно еще активировать. То есть, они не всегда активны. То есть, во-первых, его можно отдетачить. Это однозначно. Полисы, вот, кстати. Ага, вот. Полис можно отдетачить от сертификата, сертификат, который привязан к вашему устройству. Вот так вот. Вот. Он автоматически уже привязан, потому что мы, когда создавали нашу вещь, мы создали вещь, а потом нам нужно было указать полисе, и мы этот полисе привязали. Окей, следующее. Все, на этом шаге у нас уже вещь наша есть. Хорошо. Так, следующим этапом вещь создали. Правила. Нам нужно будет создать правила. Мы переходим в rules, rules, наши, rules. Вот. И здесь нужно будет создать правила. Правила создаются, я сейчас объясню, почему. после того, как у вас есть тот функционал, который будет взаимодействовать с сервисами. В нашем случае это лямбда. Лямбда сервис. Я сейчас покажу его на схемке. Это вот лямбда сервис. И пока вы не создали лямбда сервисы, вы не сможете привязать правила, по которым эти сервисы, которые прописаны в лямбда. Будут работать с IT. Поэтому на текущий момент мы сейчас не создаем здесь правила. Мы переходим в сервис лямбда. Здесь тоже в поиске пишите лямбда. Переходите в лямбда. Вот. У меня здесь есть две лямбды. Я их создавал под STM. Давайте мы, наверное, их и рассмотрим. Но в целом создается лямбда следующим образом. Я сейчас быстренько покажу, как они создаются. То есть вам нужно будет здесь с нуля сделать некий пример. Можете, конечно, использовать какие-то контейнеры. Называем ее RPI. Выбираем версию питона. По-моему, из последних 3838. Да, кстати, если не питон, если вам удобнее, там Java, Dotnet, Node, Ruby. то есть здесь есть список из поддерживаемых. можно будет посмотреть документации, что есть в поддержке. так. Окей. Создаем нашу функцию. Назвали ее RPI. Единственное, наверное, нужно было назвать ее в зависимости от того, с какими сервисами она будет работать. Вот. И по сути суть такая в этом сервисе, что у вас есть некая IDR, в которой вы внутри вашей функции выполняете те операции, которые нужны. Ну, в питоне это вот таким образом объявляется функция. Мы сейчас не питон учим, я сейчас немножко о других вещах. Вот. И вот те вещи, которые вам нужно будет сделать, вы делаете внутри вашей функции. То есть взаимодействие между сервисами внутри Amazon и так далее. То есть по сути это сервис, для которого вам нужна операционная система, то есть вы инстанс не поднимаете. Вы не ставите пакеты необходимые, нужные версии питона. То есть это где-то на просторах Амазона крутится. Это работает и вы не заботитесь о том, как это все работает. Вам главное, чтобы ваша функция была выполнена. Все. То есть вот это ее цель. Вот. Я сейчас не буду... В принципе вот таким образом создается функция. Больше здесь особо нечего рассказывать. Я сейчас наверное перейду уже к функции, которую я создал. Вот. У меня здесь есть две функции. Это request url и request recognition. По сути то, что будет работать, передавать некие запросы и то, что будет взаимодействовать с сервисом recognition. меньше. Вот. Код для сервиса и для того, что я буду публиковать в MQTT, то есть то, что я буду сначала в моем брокере публиковать и получать при этом ответ какой-то. То есть моя функция выглядит так, вы можете каким-то другим образом мое сделать. На самом деле документации в Амазоне довольно много, поэтому вы можете с чем взаимодействовать. Основной, кстати, движок, основной модуль в питоне это бота 3. Это модуль, который создан исключительно для сервиса Амазона и когда вы вызываете бота 3, допустим, вам нужно будет взаимодействовать с IoT данными. Допустим, в этом методе вызываете нужный регион вам. Далее потом используете вашу переменную, допустим, в которую вы все это поместили дальше в вашем коде. И все это крутится внутри одной функции. Вот как это все работает. По сути, у вас есть внутреннее какое-то некое окружение, оно здесь работает. Тестируем. В тесте участвует некая такая штука, то есть вы можете вот здесь что угодно написать и вам важно протестировать, как работают ваши запросы, которые, ну, любые запросы, возможно, другие какие-то вещи, которые вы создали в функции. Важная штука, вот здесь она у меня уже затемнена, когда вы создадите код внутри функции, вот здесь вам нужно будет сохраниться обязательно, протестировать свои функции, чтобы ошибок у вас не было, у вас вывод результата вот сюда уйдет в новую вкладку. И очень важная штука, вам нужно будет задеплоить, потому что если вы не задеплоите, у вас не будет связи со всеми сервисами в Амазоне. Окей, идем дальше, дальше по функциям, у меня вторая функция, вот то, что на картинке есть, которая работает с запросами с S3, с сервисом, который мы сейчас создадим, это вот наши ведра, некие, и с сервисом recognition, сервис recognition, вот так вот у меня выглядит, тоже сейчас не будем пробегаться, то есть есть некая функция, которая работает с сервисом, вот, ну и в принципе все, дальше вам под вашей функции нужно будет делать следующее, так, я здесь писал адженду себе, да, нам нужно будет пойти в сервис, который я здесь не отметил, это сервис по работе с группами, с приватностью и с доступом к другим сервисам, там, где вы создадите пользователей, называется он IMM, так, можете его найти в поиске, можно его найти, вот, просто нажал кнопочку сюда и нажав My Security credentials, вот, следующее, что вам нужно будет сделать, это зайти роли, вот, некие роли у меня уже здесь есть, и у вас под каждую функцию, которую вы создаете в лямбда, вот здесь можно, кстати, увидеть идентификации, что это эту роль создала, создал сервис на основе лямбда функции, соответственно, вы можете зайти в каждую из ролей и сделать, скажем так, политику приватности для работы с этим сервисом, делается это очень просто, то есть, заходите в роли, еще раз, роли, далее, находите те вещи, которые вам нужно будет настроить политику приватности, если, конечно, у вас один пользователь, если у вас одна роль, вы просто ставите для этого пользователя звездочку и он работает со всеми сервисами, то есть, вы не заботитесь о том, чтобы вам нужно будет, но если у вас несколько пользователей, у каждого пользователя, как, допустим, у меня здесь несколько девы, администратор, группа, но внутри этой группы администратор, есть некие доступы, с чем они могут работать, и так далее, и тому подобное, тогда вам нужно будет в ролях, которые создают тот или иной сервис, сделать некую актуализацию того, с чем будет работать сервис лямбда, допустим, и по каким ролям он будет работать. Надеюсь, более-менее понятно, но я думаю, на практике на самом деле плюс документация станет более все понятнее. окей, у нас есть некий полис приватности, есть возможность его подредактировать, либо можете вручную ручками написать в JSON формат, как выглядят политика приватности и в целом политика полисов для того, чтобы работал тот иной сервис, можно найти документации этого более чем достаточно кстати, симуляция есть какая-то еще этого не видел то, но что появилось вот, но естественно есть можно подредактировать политику, есть две возможности визуальный редактор и JSON в визуальном редакторе все очень просто, допустим, давайте сейчас создадим политику приватности для нашей функции лямбда, допустим, с чем она будет работать, то есть открываете создаете новую примешивную добавляете выбираете сервис допустим мы хотим создать сервис с работой с нашими бедрами то есть S3 с нашим хранилищем пишите S3 в поиске вот вам документацию сразу выдает если знак вопрос нажимаете выбираете S3 ну и дальше вы можете уже отпираясь от того что вам нужно будет по этим примешивным сделать вы даете доступ то есть здесь все на английском языке все понятно что вам нужно будет читать писать и так далее подобное в принципе как и в большинстве операционных систем это все настраивается ну и естественно допустим мне нужно публиковать паблик то есть паблик access там блокировать разблокировать и так далее ну допустим если действительно если доверяете у вас один пользователь или вы доверяете всем пользователям которые в вашем аккаунте ставите для всех сервисов все все читать ну и ресурсы естественно те которые будут задействованы для работы специфические ресурсы это допустим ваш аккаунт и зона регион в амазоне это все по регионам в котором допустим эта политика по работе с сервисами будет распространяться скажем так допустим можете поставить на все ресурсы и тогда в принципе у вас везде этот полис будет работать вот здесь можно подтверждение появилось еще недавно этого не было может я не замечал окей вот но на этом все сохраняете полисе но я не буду это сохранять уже потому что я не хочу на все давать для этой ланды вот ревью полисе делаете смотрите допустим наша ландо роль для нашей ланды которую мы создавали это у нас recognition по-моему да мы создаем связь политику приватности для трех сервисов для айоти авс амазон айоти авс recognition и астри ну естественно вот какие доступы я сделал там написать там полный доступ на recognition и астри только читать для этой ланды это ланды как раз распознает только и не нужно допустим там писать в с3 вот но сохраняем я не буду сохранять уже здесь все ну и соответственно то же самое проделываете для второй ролик которая которую создала который создал полис ландо наша вторая то есть это request уру здесь у меня тоже есть уже настроенная политика заходим сюда вот у меня допустим есть на с3 полный доступ на ведь только на паблиш окей так с ролями для ланды с политикой приватности и с ресурсами приватности для ланд для обеих функций мы разобрались вот таким образом это работает вообще в целом ландо это ландо сервис это просто крутейший сервис на нем внутри можно писать на разных языках мы создавать абсолютно любые функции которые будут взаимодействовать с каждым сервисом для этого мне нужно будет поднимать операционную систему на самом деле вот из всех сервисов которые я узнал после наверное есть ту который там возможно с помощью контейнера это все быстро поднимать темплиты создавать и так далее то ландо это наверное второй значимости сервис который в целом есть у амазона но дальше там уже вы смотрите по своим приоритетам что каждый из вас использует окей что у нас дальше по списку аюте устройства мы создали сертификаты под них создали приконнектили полис приватности так лянда сделали лянду протестировали так нам теперь нужно будет создать с3 то есть наше хранилище идем в с3 либо у вас в фейворитах либо пишем здесь с3 идем в наш сторож они везде пишут скейлабл флекс то есть все у них масштабируется скажем так вот создаем наш бакет придумываем ему какое-то имя ну к примеру там RPI писали до теста у нас разбрипай и важная вещь о которой я вначале говорил это выбор региона почему потому что вот как раз с ведрами вопрос стоит очень строго у Амазона то есть нельзя выбрать регион в котором вы можете выбрать регион в который вы зальете что-то но это не гарантирует того что те сервисы которые вы ранее создали будут доступны в этом регионе но кстати по Амазон в этом плане уже вот видите помогает очень хорошо то есть я не могу выбрать регионы в которых мои сервисы уже созданы и они не смогут работать вот с тем бакетом который я сейчас создал так ну естественно я создаю в централ европейском один здесь важная штука тут вам нужно будет решить ваш бакет будет приватным только ваши сервисы будут взаимодействовать с ним либо же с этим сервисом будут извне взаимодействовать другие источники возможно даже другая архитектура может быть Google Cloud может быть в Azure Microsoft еще в чем-то здесь такая же самая история вам нужно будет права либо дать либо забрать но скажем так здесь все банально просто все в английском языке написано вы можете дополнительно почитать относительно доступов и блокировки но у нас сервисы внутри работает у нас вне только MQTT вернее извне будет а на корзину у нас будет отдельный URL по которому мы сможем только с нашего устройства которое подписано сертификатом устройства и приватным ключом взаимодействовать с нашим S3 на публикации мы кстати правила для публикации создавали немножко раньше так поэтому я здесь все публичные доступы обрезаю здесь все по умолчанию там ТЕИ можете какие-то для себя создать я не создаю здесь создаем нельзя большими буквами но это логично потому что внутри бакета прописывается имя бакета будет в строке HTTP если вы перейдете на бакет браузера вашего поэтому RPI да хотел еще сказать такую штуку что для бакета нужно будет ну это скажем так правило хорошего тона использовать ваш идентификатор пользователя и ваш регион но вы так так вам легче будет идентифицировать ваш бакет поэтому банально берете копируете свой идентификатор вот вот так создаете вот я создал следующий момент который нам нужно будет сделать это в самом начале когда мы делали правила для IT устройства мы не смогли сделать правила связи с нашим S3 потому что нас S3 не было и сейчас у нас S3 есть вот мы сейчас его создали теперь можем вот те лямбда функции которые мы создали наши IT устройства связать с нашей корзиной с нашим хранилищем в котором допустим нам какие-то файлы будут приходить либо мы будем что-то забирать оттуда так переходим в наш IT core далее акт и правила отлично у нас есть два правила правила создаются так же просто в принципе как и все в Амазоне нажимаете кнопочку создать придумываете правила и важно дальше какой SQL запрос вы будете использовать для того чтобы это правило создать и какое действие по этому запросу будет происходить в правиле которое вы только что создали для IT устройства на примере я сейчас покажу вот те правила которые я создал уже для регуэста лямбды и для данных то есть наш recognition для нашей тоже лямбды то есть у нас есть две лямбды функции которые что-то что-то делает нам нужно будет сделать некие запросы для того чтобы это все сделать окей так description если нужно естественно у меня есть такой запрос то есть выбор из и вот так он будет выглядеть ESP пап это публикация URL ну это URL вот ну и соответственно action который я хочу выполнить по запросу которые будут поступать на мое устройство или с моего устройства потому что мы сейчас второй запрос тоже разберем здесь edit выбираете select и здесь вываливаются вот только те лямбды которые вы выбрали если вы хотите не лямбду использовать а другой сервис по этому запросу что тоже вполне нормально вы это можете сделать то есть здесь вам нужно будет добавить action допустим вы хотите не знаю ну месседж отправлять хотите аналитику какую-то в cloud watch метрику куда смотреть то есть вы сдаете там метрику проходите далее и настраивайте метрику естественно я лямбду уже создал я привязал ее я выбрал лямбду я выбрал ту лямбду которую я создал допустим урл то есть мой запрос для этого правила будет себя включать запрос SQL и action по поступлению этого запроса который будет дергать мою лямбду конкретно лямбду которая request URL вот вот так вот это работает ну и соответственно второе то же самое только для данных здесь я публикую данные и дергаю лямбду которую сервис лямбда которая у меня уже распознает так вот связано окей ну наверное пожалуй все из того что нужно по схемке схема наша здесь давайте еще раз пройдемся cloud watch ну можем привязать в принципе сейчас я его не привязывал потому что мониторинг вайти устройства довольно неплохой в целом ну вообще запросы которые внутри каждого сервиса крутятся вы смело можете создавать экшен на cloud watch отдельно выводить более того поставить себе на телефон приложения AWS вывести виджет cloud watch и на cloud watch смотреть что происходит с каждым сервисом как они связаны если потери какие-то тогда то есть трафик даже отслеживать потому что ну каждый сервис это деньги ну абсолютно каждый то есть бесплатного на AWS ничего нет то есть может первый год у вас там какая-то квота есть там на S3 по-моему 750 гектар либо там определенных 300 часов работы с S3 на recognition по-моему вообще нет никакой квоты на ES2 по-моему год но там дается минимальный сервер с одним гигабайтом в общем очень-очень ограничены так вот cloud watch очень интересная важная штука поэтому ее стоит использовать хорошо основные вещи мы создали нам нужно теперь вот те запросы которые мы создавали например давайте скопируем его давайте на себе его кстати можно с питонов ского кода который на пусть будет здесь не будем копировать ничего окей все теперь нам нужно всю эту систему все эти правила пользователей кстати я говорил по поводу одного пользователя но если у вас все таки действительно два три и более пользователь когда вот вы будете на этапе настройки правил это все использовать есть такой момент когда вам нужно будет пользователя указать который имеет право работать с основным устройством то есть у которого на который сертификат сгенерился и так далее и тому подобное вот здесь вот здесь вы тоже можете создать пользователя его добавить группу а для группы привязать тот полис с сервисами которого он может работать ну то есть на самом деле вот так оно все устроено окей идем в наши айти кор и давайте протестируем вот всю схемку и как она в целом работает для этого давайте там скачаем какую-то собачку перейдем в картинки давайте давайте поменьше чтобы трафик все-таки это деньги сайс я уже так проверим откроем да все работает так картинка есть отлично давайте возьмем нашу талас собачку которую мы скачали где-то она у нас здесь вот она вот и зальем ее в с3 фактически симулируем сейчас то что сделает устройство и как только там появится это изображение устройство также отправляет еще некий запрос тот который мы создавали и ему приходит ответ в том виде в котором а в с рекогнишен сделал некое предсказание в кейсе наши с3 загружаем туда файлик может быть не тест может быть все что угодно я просто назвал так мне так удобней тестировать я покажу почему далее картинка у нас здесь есть загружена переходим во эти кор далее нам нужно перейти в тест здесь здесь у нас некий такой м5 и т клиент очень очень упрощенный внутри всех сервисов в с а понятно что он не внешне то есть сюда вы не вовьете ваш а что ты п с путь полный для сервера сервера ваш сертификат но это не нужно потому что вы и так внутри системы находитесь окей делаем подписку сейчас для этого те запросы которые мы вот в лямбдах писали и через которые у нас сама лямбда будет дергаться когда мы экшен создавали в правилах а эти вещи то есть нам нужно будет так здесь единственное subscribe там я писал здесь да это по-моему у нас есть питоновский код здесь выше сейчас посмотрим но это для запроса но я приплечусь найду для данных тоже где-то там есть если не знаете какой запрос проверять переходите в вашу ваших сквельт запросы для ваших вещей и правила по дерганию той лямбда или иной хи которые вы будете использовать и там просматривайте подписываемся я помню что такое сейчас не буду переходить чтобы на одном экране остаться так подписываемся у нас здесь в колонке подписки появляются и дальше мы переходим в публикацию здесь здесь публикации вам нужно естественно мы запрос использовали пап публикация данных и здесь выбираете единственного здесь мы не месседж выводим а плейлот нашего скажем это вот так вот будет выглядеть плейлот двоеточие и имя картинки либо в целом картинка которую мы хотим отправить сервисы сейчас мы найдем здесь а вот плейлот да двоеточие тест ну если бы вы залили не тест то естественно было бы что-то другое вот все подписка есть публикую нажимаем паблик и вот наш ответ будет иногда ругаться специфический формат не обращайте внимание вот он говорит что это собака animal и разные синонимы приводит вот можем сейчас протестировать что-нибудь другое давайте там автомобиль это кошки собаки вы надоели пишу кошка так давайте какой-нибудь автомобиль поменьше потому что все это деньги ну вот есть так сохраняем имидж тест 2 есть идем в наш с 3 наш тест 2 заливаем в наш бакет вот вот он есть здесь возвращаемся тестирование наших запросов здесь тест 2 jpeg делаем публикацию и вот автомобиль транспортное средство автомобиль машина колеса вот в целом принципе вот так это все работает ну и соответственно интеграция на устройство вы можете произвести там абсолютно любое устройство документации у амазона по работе с устройствами полно но вам в принципе здесь уже не нужен даже amazon вы в принципе теперь работаете только по mqtt и вам нужно будет от амазона единственное что нужно будет получить это вот отправку этого изображения на с 3 вот в целом в принципе это все вот таким образом вот на таком небольшом примере вот можно сделать вот такую архитектуру сервисов на основе того что есть в авесе а вам авеса есть довольно много но здесь смотрите проще вам сделать это все на висе цена качество скорости как это будет работать позволяет ли вам проект ваше финансовое состояние это сделать потому что каждый сервис он стоит денег нужно будет смотреть стоит ли оно того в целом это так всем спасибо всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...